Как известно, глава государства поставил задачу превратить Сардаринскую область в регион, свободный от безработицы. Процесс исполнения поручения руководителя страны осуществляется через выявление драйверов и создание точек роста в сфере сельского хозяйства. О том, как осуществляется системная работа в этом направлении, далее в программе. В целях расширения производства сельскохозяйственной продукции и повышения экспортного потенциала по принципу «одно село – один продукт» в Сардаринской области для обеспечения занятости населения и увеличения его доходов в 2022 году свыше 6000 гектаров земли были сокращены за счет хлопка и зерна. В этом году 4200 гектаров этих площадей переданы в аренду аграриям на основе открытых электронных торгов. На семинаре, проведенном в Акалтынском районе, 85 жителям района через электронный аукцион выделены свыше 42 гектаров земли. Основная цель семинара – трудоустройство лиц, включенных в списки женской, железной и молодежной тетрадей. И население этому очень радо. Теперь в каждом районе будут установлены кластеры обслуживания по недвижимости. Их основная задача – полностью обеспечивать семенами, рассадой и топливом. К тому же они будут покупать выращенные населением готовые продукты. Самое главное, что при сдаче в аренду земельных участков для ведения фермерского хозяйства через открытый электронный конкурс, лица, включенные в списки с железной, женской и молодежной тетради, не будут исключены из них. А все привилегии и преференции, установленные для них законом, будут действовать до конца года. Это хорошая возможность увеличить доход семьи и обеспечить работой. В ходе открытого диалога подробно рассказали и о предоставляемых льготах для жителей. На семинаре обсуждались реформы, проводимые в сельском хозяйстве, и задачи, которые предстоит решить. Было принято решение о создании кооператива в каждом районе. Каждой семье предоставлено по 50 соток земли. Также их обеспечиваем необходимыми семенами и удобрением. Весь этот процесс запущен благодаря инициативе главы государства. Если раньше прибыль одной семьи составляла 3 миллиона сумм, то сейчас с каждого участка можно зарабатывать по 60-80 миллионов сумм. Безусловно, все эти усилия направлены на обеспечение безопасности сельхозпродукции и ценовой стабильности на внутреннем рынке, а также поддержку инициатив населения в аграрной сфере.